Безусловно, господдержка имеет серьезное значение для развития отрасли агропромышленной. Конечно, несколько факторов являются залогом успеха. Это, прежде всего, ответственная и профессиональная работа наших сельхозтоваропроизводителей, погодные условия и, конечно же, господдержка. В текущем году она у нас составляла более 5 миллиардов рублей. Не буду рассказывать о том, какие направления финансировались, вы об этом прекрасно знаете. Здесь у нас сейчас два алгоритма. Первое – это возмещение затрат, понесенных сельхозтоваропроизводителями. И второй механизм – это льготное кредитование. На мой взгляд, этот инструмент работает уже без сбоев. Об этом свидетельствует и сумма выданных кредитов в текущем году. Порядка 17 миллиардов – это краткосрочные кредиты и чуть больше 6 миллиардов – инвестиционные цели кредитовались. На сегодняшний день лимит не весь исчерпан. Поэтому, если у кого-то есть желание прокредитоваться, то до конца следующей, до текущей недели, в начале следующей, Минсельхоз России еще принимает реестры на финансирование. Поэтому банки мы об этом проинформировали. Что касается следующего года по государственной поддержке, безусловно, средства будут также выделены. Объем средств – 5,6 миллиардов рублей. На сегодняшний день, сегодня как раз на Законодательном собрании Ростовской области, будет утвердаться бюджет на 20-е и последующие два года. Поэтому мы уже цифры знаем по состоянию на сегодня. Ну и, как обычно, в течение года у нас дополнительные средства поступают в том числе. Что нового? Несколько меняются подходы Минсельхоза Российской Федерации по предоставлению господдержки. Ну, я рассказывала в прошлом году о том, что у нас есть порядок, так сказать, в рамках единой субсидии. Мы предоставляли господдержку по отраслям растеневодства, животноводства и малых форм хозяйствования. Отдельной зафиксированной страхой были средства на поддержку молока. И сегодня что меняется? Теперь будет не единая субсидия, а так называемая компенсирующая и стимулирующая поддержка. О чем это? Компенсирующая поддержка, ну, это практически все то же, что было в единой. И мы возмещаем затраты, понесенные сельхозтоваропроизводителем. Стимулирующая поддержка будет выплачиваться тем предприятиям, которые обеспечивают прирост производства. Ну, наверное, это больше касается порядка предоставления и органов исполнительной власти. На мой взгляд, для вас, ну, немножко изменятся условия, но ничего не изменится. Что я имею в виду в порядке получения этой субсидии? Из регионального бюджета предполагается введение двух новых направлений поддержки. Это будут предусмотрены средства на возмещение затрат по мясному скотоводству. Выделяются средства в объеме 75 миллионов рублей. Здесь, конечно, эта поддержка необходима для того, чтобы и поддержать производителя мяса, и наше перерабатывающее предприятие. Одно из условий будет сдача этого мяса на предприятие переработки. Порядка 30-35% рублей будет возмещаться сельхозтоваропроизводителем. Кроме того, предполагается новая поддержка на проведение уходных работ на виноградниках автохтонных сортов. Здесь сумма не очень большая, порядка 7 миллионов, но у нас, к сожалению, и виноградников пока не так много. Поэтому с целью стимулирования мы предполагаем эту поддержку выплачивать. Что касается очень востребованной и любимой всеми поддержки на возмещение затрат по приобретению сельхозтехники, также средства из регионального бюджета будут предусмотрены. Здесь на 2020 год 366 миллионов, на 3 года 1,55 миллиарда предусмотрено. Что здесь меняется дополнительно к тем получателям, которые имели право в 2019 году, это сельхозтоваропроизводители, занимающиеся животноводством, виноградарством и садоводством. Теперь мы добавляем сюда еще возмещение затрат на приобретение сельскохозяйственной и автомобильной техники, работающей на газомоторном топливе, метане. То есть здесь будет у нас вальная система, как и была, здесь стимулирующие условия для этих сельхозтоваропроизводителей будут дополнительно введены. Кроме того, мы будем выплачивать эту субсидию сельхозтоваропроизводителям, которые занимаются не только животноводством, но и растеневодством в районах с наименьшим уровнем плодородия. А именно сюда попадаются хозтоваропроизводители Дубовского, Заветинского, Зимовниковского и Ремонтинского районов, с тем, чтобы эту зону, которая у нас самая рискованная, обеспечить доступным к этой поддержке. Что касается еще несколько слов по льготному кредитованию, мы в текущем году, вот уже в конце года увеличили лимиты в пределах установленных Минцельхозом России до 400 миллионов на одного заемщика. Сейчас Минцельхоз России разместил проект приказа, в котором предполагается увеличение лимита на одного заемщика до 600 миллионов рублей. Потому что для крупных предприятий, конечно, лимит, который у нас был, он недостаточен. Что касается итогов текущего года и вообще последних пяти лет, то, конечно, и государственная поддержка, и складывающаяся ситуация с погодными условиями, и изменения, которые происходят в технологических процессах, и модернизация имеющая место быть, то, конечно, здесь можно говорить о том, что изменения позитивные. У нас наблюдается рост. Вот за последние пять лет на 22% выросло производство сельхозпродукции. Зерновые культуры на 17%, масличные на 53%, картофель на 23,5%, рис на 23%. То есть сейчас одно из приоритетных направлений, это и в рамках национального проекта, это развитие милиарации, предусматриваются средства на поддержку этого направления. Поэтому здесь, конечно, мы будем работать с сельхозтоваропроизводителями, учитывая изменения климата, работа в этом направлении. Что бы еще хотела сказать? Конечно, есть ряд проблем, которые требуют решения. Мы о них с вами сегодня поговорим, и мы о них знаем. Поэтому, кроме милиарации, конечно же, у нас вопросы животноводства стоят на первом плане. В части поддержки у нас позитивные изменения в производстве молока. Мы наблюдаем рост, хотя есть там ряд проблем. Это произошло благодаря тому, что последние годы выделялись средства из федерального и, в основном, из регионального бюджета на модернизацию нашего молочного животноводства. Здесь также мы предполагаем этот вектор работы продолжать. Что касается отрасли рыбоводства, рыбоводства, здесь, конечно, есть над чем работать, хотя и значительно увеличились средства государственной поддержки, но эти предприятия, конечно, нуждаются в особом внимании с тем, чтобы мы не теряли позиции, которые у нас сегодня имеют место быть. Поэтому основные моменты, я сказала, по птицеводству, ну, это уже у всех оскомину, наверное, вызывает, но, тем не менее, мы работали вместе с банками, которые являются кредиторами наших основных предприятий, производителей мяса птицы, и есть уверенность в том, что в 2020 году будет привлечен новый инвестор, и предприятия начнут производство продукции. Поэтому я, конечно же, хотела всех поблагодарить за взаимное, такое успешное сотрудничество. Все-таки, мне кажется, мы решали многие вопросы совместно. Искренне хочу всех поблагодарить и пожелать, конечно же, чтобы до конца года все планы намечены были исполнены, и в следующем году проблем было несколько меньше, а было больше поводов для радости. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Ольга Павловна. Друзья, есть вопросы к Ольге Павловне по части субсидий, предоставления? Да, пожалуйста, хозяйство светлое. Кончуров. Микрофон возьмите? Нажмите там. Нажмите вам. Вопрос такого плана. Привязка по гектарной субсидии к страхованию сохранится? Да, она сохраняется. Мы предусматриваем средства для выплаты этих пакетов и поддержки. Только повышенная ставка будет тем, кто страхование осуществляет? Да, у нас, к сожалению, мы по-прежнему относимся к регионам, у которых высокое социально-экономическое развитие, и вот той большой несвязки, которую мы с вами получали, которую в прошлые годы, к сожалению, ее большой не будет. Сейчас там речь идет о том, чтобы малые формы поддерживать в этой части, но мы предусматриваем средства на стимулирование тех же костоваропроизводителей, которые страховали свои посевы. Сейчас идет утверждение порядка, поэтому я, может быть, так неутвердительно это говорю, потому что сейчас на выходе нормативка, и отдельно мы доведем до вас эту информацию. А вот эффективность расстрахования не оценивалась Минсельхозом, областным, федеральным, не поднимается этот вопрос. Зачем это привязывать? Вот зачем привязывает область субсидию 20% на технику к развитию животноводства, винарадорства, мелиграции? Я понимаю. Зачем привязывают по гектарку к страхованию? Не понимаю. Ну, объясняю. Это, наверное, больше воспитательная мера с тем, чтобы мы переходили с вами вместе на цивилизованные рельсы и взаимоотношения, так сказать, как происходит это во всем мире. То есть, чтобы при наступлении чрезвычайных ситуаций сельхозтоваропроизводителей не рассчитывали на то, что из бюджета будет им оказана поддержка, а нужно развивать институт страхования. Поэтому те условия, которые были у нас в законе до этого года, в законе о страховании с господдержкой, они, я с вами абсолютно согласна, совершенно были неинтересны сельхозтоваропроизводителю. И получить возмещение непросто было, да, при наступлении чрезвычайных ситуаций. Но мы очень серьезно и долго работали с Национальным союзом агростражных сахарщиков, ведь сельхоз России тоже к этому относятся достаточно серьезно. И внесены изменения в этот закон, в соответствии с которым смягчены несколько условия страхования и получения потом, соответственно, возмещения при наступлении страхового случая. Поэтому вот такую мотивацию и предлагает Национальный сельхоз России с тем, чтобы те сельхозтоваропроизводители, которые сомневаются, имели хоть какой-то мотив в этой части, да, материальный. Хотя, на мой взгляд, каждый руководитель сам принимает эти решения и сам берет на себя риски, будет он страховать свой урожай или не будет. Просто постепенно, еще раз говорю, объем средств из федерального и регионального бюджета на возмещение вот этих всех, всего ущерба, который получается в посттаваропроизводитель, он сокращается и будет идти на нет. Поэтому вопрос страхования, он будет актуален и дальше. Спасибо. Пока Пухтеров готовится взорвать зал, я спрошу. Друзья, а есть ли кто-то, кто в этом году или в прошлом году, ну, в этом, наверное, актуален, потому что Бишдов, глава ассоциации, да, агресс-стаховщиков, все обещает и готовится, там, да, рекордное снижение этого уровня потерь, да, после которого можно претендовать на возмещение. Есть кто-то, кто страховался и реально видит пользу в этом инструменте, вот в данном его видит? Нет, это не того. Ага, да, ну, Владимир Васильевич, тогда вам слово. По маленьким комментариям. Не забывайте, что природа благоволит нам последние годы в отрасли растеневодства и чрезвычайных ситуаций не так много, как было раньше. В этом году такая засуха, что мне кажется. Я не хочу ничего, вот, я хочу за мирное сотрудничество и за страхование двумя руками. Только я бы хотел, чтобы страхование было государственным. Если бы государственное страхование, то все будут, мне кажется, с удовольствием платить эти страховые взносы, и тогда уже иметь 100% гарантию в виде правительства Российской Федерации. Потому что у нас стихийные действия обычно не локально, но локально что-то, может, а, там побить, не знаю, что там еще можно придумать. Ну, пожар, он, в принципе, не страхуется. Локальных у нас не было. У нас если приходит засух, она приходит практически на всю страну или на несколько областей. Поэтому ни одна страховая компания никогда в жизни не выплатит эти страховые взносы. Даже в Америке, когда там наводнение, где-то, по-моему, в Бостоне случилось, то в следующий день все страховые компании подали на банкротство. Поэтому, если будет, говорится, все по честному заранде, мы готовы платить с удовольствием эти страховые взносы. А пока перспектив погашения я не вижу и не слышал, честно говоря. Может, какие-то там отдельные сказки, но сказок даже не слышал. Так что, если можно, Оля Апаловна, вы же там часто совещаетесь, выразите пожелания крестьян рассмотреть государственное страхование пассивных площадей. Мы готовы куда-то часть платить ежегодно. И в хорошие года может делиться чем-то, чтобы потом плохие была поддержка. Но без поддержки государства, партии и правительства мы не сможем решить эту проблему. Я передам непременно, но вот сейчас обсуждается активный вопрос страхования доходности производства все-таки. Поэтому, действительно, страховые компании тоже, они же не самоубийцы, они тоже считают деньги и смотрят, как будут себя вести. У нас вся ситуация, о которой сказал Владимир Васильевич, связана с бодрствием животноводства, с птичьей гриппой, вот эти все направления. Вот этот лес рук, который был застраховавших, показывает эффективность страхования просто. Потому что крестьяне, как и любые бизнесмены, умеют считать ними. Это лес рук после засухи, который они там... Ведор Станиславович, вопрос, да? Да, да. Добрый день, уважаемые коллеги. Рад всех видеть, знакомых и новых лиц. Ольга Павловна, у нас назревает один вопрос такой чрезвычайный, не только у нас, в плане развития мегиорации. В этом году мы вывели 700 гектар, хорошая на семьях, усердных приятен. С чем мы столкнулись? С этого года Рослеполуста всех обязывает заключить договор на возмещение ущерба по забору воды. Скажем, в этом году мы потратили на собственные насосные санкции. Куб воды нам обошелся 4 рубля 85 копеек. Рослеполуста нас принуждает заключать на восполнение имена в водоемах осетра русского, которого там никто никогда не видел, его там близко никогда не было. Если мне рассчитывается, это сумма возмещения из максимального потребления воды, то цифра эта остается постоянно, независимо от того, сколько воды мы потребили. В этом году, благодаря поводным условиям, мы норму забора воды использовали только наполовину. И при перерасчете на осетра русского я должен на куб воды выплатить у Рослеполуста 5 рублей. Итого мне куб воды обходится 9 рублей 85 копеек. 4,85 на электронерику и 5 рублей на разденье осетра русского. Я с ними полгода уже бьюсь, мы пишем письма в Москву. Есть же у нас расчеты того же нашего института зонального ростовского на распроизведение либо Белого Мура, либо Сазана, где получается там или рубль 20, или рубль 40, где-то 80 копеек. Ну почему-то именно осетер русский. Причем это уменяет сейчас всем, даже тем государственным станциям, которые до этого никогда не платили. Почему осетер русский? Мы там узнавали, опять же, как бы по сарафанному радио, потому что те заводы, которые воспроизводят осетра русского, очень близки к нашему руководству Рослеполуста. И поэтому указания всем воспроизводить и платить только за воспроизведение осетра русского. В связи с этим у нас в проекте было развитие орошения еще на 1200 гектаров в следующем году. Я не вижу смысла этим заниматься вообще, поскольку я не вижу экономической эффективности. То есть здесь нужно поменять правила вообще этой истории. Это постановление было принято еще порядка 20 лет назад. И почему-то тот осетер, который мы должны оплачать при разведении, он должен быть на веской 2 грамма. Выживает его всего до товарного вида 0,9%. А я должен заплатить за все 100%. 99% его съедят, он погибнет. Почему нельзя платить за сетра с на веской 50 грамм, 30 грамм, у которого желаемость 60%. Это совсем уже другие цифры. Это будет в 10 раз меньше. И осетов будет 6. И денег я меньше заплачу. Вот мне это все непонятно. Далее следующий вопрос по мелиорации. Если мы построили свою насосную станцию, подаем воду на свою растительную систему, мы почему-то не получаем субсидии от государства за потребленную электронную. У нас стоит отдельный узел учета именно на эту насосную станцию. А насосные станции, которые раньше у нас были государственные, но сейчас почему-то оказались на 50% с частным капиталом. Опять же, оттуда ноги растут. Левуши не знают, что оттуда растет. Но кто-то у нас выкупил эти насосные станции. Они почему-то при участии частного капитала порядка 50% они получают субсидии из бюджета на используемую электронную. В чем разница между нами и ими? Я тоже этого не мог понять. Это все вопросы рядные, которые вы можете решать. То же Росрабовоз, это понятное, это государство в государстве, но оно переехало в то же здание, где и наш медсельхоз. Насколько я понимаю, Росрабовозцы в этом году передали в подчинение медсельхозу. Не знаю, на сколько его передали. Но находятся два уважаемых господина на одном этаже сидят. Поэтому один с другим могут пойти и решить этот вопрос, чтобы нам для исполнения, по-моему, апрельский или майский указы, президента, на который мы все время сцениваемся, по развитию, увеличению экспорта, по увеличению вау сбора продукции у нас в стране, они могут быть достигнуты в наших территориях только сейчас. Мы уже вышли на тех технологии, выше которых мы практически не прыгнем. Мы можем увеличить наши производства только благодаря увеличению растительных площадей. А мы не будем этого делать, потому что там это невыгодно. Поняла серьезные очень вопросы и требует, безусловно, серьезного погружения. Это то, что вы можете решить. Не за обучение, там, страхование, еще что-то там, понятно. Это не ваше введение. Но это в ваше введение. Это вы можете решить. Да, мы обязательно пригласим заинтересованных лиц. Вы с завестителем, курирующим в это направление говорили? Ну, сегодня директор предприятия нашего встречается с ним. Ну, тогда мы отработаем этот вопрос. Да, и как раз мы, я не знаю, почему его пригласили туда, но он поедет с этим же вопросом, который я сегодня озвучил. Хорошо, хорошо. Я вам дам все. Спасибо, Александр Александрович. Вы знаете, мы часто думаем, кого приглашают, чтобы вам было это максимально полезно. И представители власти, и экспертного сообщества, и рыночных структур. Я так понимаю, что на следующем мероприятии нам пригласили еще представителей Следственного комитета на всякий случай. Хорошо. Друзья, есть вопросы, еще кое-нибудь, по проблемам эллиорации, например, или их? Нет? Ну, если, пожалуйста, я задам тогда. Друзья, и просьба, вот, ну, если задаете вопрос, да, ну, два слова просто расскажите о том, как для вас прошел этот год, чтобы просто этот вопрос, на самом деле, нас интересует. И всех, и экспертов, которые от нам приехали, и нас тоже. Вот как прошел год, да, какие проблемы, с чем заканчиваете, подходите к новогодним праздникам, какие мысли о следующем годе. Ну, это так, не пока. А у меня вопрос, Ольга Павловна, такой, может быть, не совсем ваша тема, но наверняка вы в курсе. Сейчас министерхоз ведет к речи федеральной о создании системы электронного прослеживания зерна, да, в стране в целом. И там два вопроса, которые смущают, в общем-то, сверхозпроизводителей. Это то, что на каждом этапе, ну, это пока планы, да, это обсуждение, что на каждом этапе движения зерна необходимы вот лабораторные исследования, да, его качество и безопасность. Вот. И сертификаты. Вот. Вот насколько это все реально, какие эти снижения разговоры являются в Минсельхозе, что в этом может происходить? Действительно, это обсуждается, поэтому вот каких-то сейчас конкретных комментариев я вам не дам по этому поводу. Действительно, все может либо измениться, либо быть совсем не так, да, как об этом говорят. Поэтому, ну, я полагаю, что это будет ясно в первом квартале. То есть, насколько я понимаю, просто эта система, по мыслям Минсельхоз, должна заработать в августе, кажется, да, 20-го года. То есть, я так полагаю, первый квартал вот этого года будет, наверное, решающим, потому что проблем может возникнуть с оформлением партий очень-очень много. Да, ну, может быть, наши эксперты тоже об этом что-то скажут, если, например, там, Марина Турмадарева и Игорь Сергеевич тоже обладает какой-то отрицательской информацией. Друзья, есть еще вопросы по Непалу? Нет, пока. Ну, опять-таки, последний, наверное, вопрос задам о многолетних травах. Привязывали их к, вернее, к господдержке, да, к получению господдержки, к выращиванию многолетних трав. Насколько вот востребована эта мера, да, насколько реально это помогает сдвинуть ситуацию и насколько стали сеять эти многолетние травы? Почему здесь, ребята? Ну, все вот эти условия, которые возникают те или иные, они, собственно говоря, преследуют одну цель, мотивации сельхозтоваропроизводителей заниматься, ну, например, с животноводством. Учитывая, что у нас какая благодатная зона для развития растеневодства, и все прекрасно знают и понимают сложности и период окупаемости этой отрасли. Поэтому вот просто так из чувства патриотизма, наверное, мало кто займется этим направлением. Поэтому для того, чтобы мотивировать сельхозтоваропроизводителям, наверное, надо какие-то вещи им субсидировать с тем, чтобы интерес этот повысить. Поэтому вот многолетние травы или не многолетние травы, да, вот тоже страхование и прочие вещи какие-то исключительно с точки зрения мотивации сельхозтоваропроизводителям в материальном плане. Поэтому здесь животноводство, все, наверное, это понимают, что у нас благородие земли не бесконечно, и им нужно заниматься. Но есть ответственные сельхозтоваропроизводители, которые к этому относятся серьезно, а есть, к сожалению, которые не задумываются так далеко. Поэтому здесь вот исключительно с целью мотивации сельхозтоваропроизводителя заниматься в области. Спасибо. Спасибо.